Давайте коротенько, совершенно коротенько разберем как функционирует мозг. Я сам не очень люблю в это влазить, но это даст нам некоторую ясность относительно тех событий в жизни, которые нас окружают. Итак, это мозг и упрощенная модель мозга выглядит так. У нас есть мозговой ствол ретикулярная формация, у нас есть лимбическая система эмоциональный мозг и у нас есть полушарик коры головного мозга. Мозговой ствол ретикулярная формация, это вот эта часть мозга, лимбическая система, она как перчатку, вот здесь как перчатку ее вот так вот обжимает и полушария коры головного мозга. Ретикулярная формация, его еще называют рептильный мозг, он первый образовался на планете Земля, ему, как говорят, 10 миллионов лет и его функция одна. Он отвечает за одну очень важную функцию у нас внутри. Его функция обеспечить физическое выживание организма. То есть он реагирует на опасность бежать, замереть, драться, он у нас реагирует на то, что если горячо мы отдергиваем руку до того, как подумали, что ее нужно отдергнуть. И этот мозг на уровне наших рефлексов следит за тем, чтобы физическая оболочка наша существовала и могла функционировать. Лимбическая система, эмоциональный мозг развился чуть позднее, ему порядка 5 миллионов лет. И его функция заключается, он функционирует как? У него есть понимание плохо, хорошо, белое, черное. Он всегда обращается к прошлому и сравнивает все, что происходит с прошлым, только прошлый опыт. Он защищает нас на уровне, если вот этот мозг защищает на уровне я, мое физическое тело, то эмоционально защищает нас на уровне моя семья, мое племя, мой подъезд, моя страна. То есть что-то, к чему я принадлежу. И эмоциональный мозг, он нас поддерживает на уровне эмоций. Вот все, что связано с эмоциональностями. И еще важная очень функция эмоционального мозга, он сохраняет паттерн поведения. Он сохраняет статус скво у нас внутри естественным образом. Потому что если бы мы на любое изменение сразу кидались, о, изменение это классно, то через какое-то время мы бы просто внутри рассыпались. То есть у нас есть эта внутренняя защита быть, оставаться неизменным. И вот эту внутреннюю эмоциональную защиту обеспечивает нам как раз эмоциональный мозг. И это хорошо. Это наш критический разум. Критический разум это эмоциональный мозг. Ну и наконец полушария коры головного мозга. Это наш визуальный мозг, так называемый визуальный или вот нейронный. И он у нас отвечает за визуализацию и за развитие. Если эмоциональный это строгая логика, да, нет, единички, нули, то визуальный это картинки. И вы знаете, что одна картинка стоит тысячи слов. И вот это те визуализации, которые мы сегодня делали про пустыню, это как раз вот наш визуальный мозг. И так сложилось у человека, что, знаете, как в армии. Есть дембеля и новички. Вот эти два мозга, они дембеля. Они уже давно друг с другом сдружились и у них все хорошо. А этот новичок. И вопрос выглядит том, кто захватывает управление в вашем мозге. Эти двое, отвечающие за вашу безопасность или этот, отвечающий за ваше развитие. И развитие человека, по сути, заключается в том, чтобы каждый мозг выполнял свою функцию. Этот отвечал только за физическое выживание, этот за эмоциональную поддержку и этот за развитие. И визуальный мозг у нас включается в тот момент, когда мы расслаблены. То есть он просто включается, когда мы расслаблены, когда у нас происходит творчество. Потому что, когда у нас есть небольшое напряжение или страх, то вот эти двое включаются первым и задавливают этого, не дают ему думать. Вот примерно вот такая ситуация связана с мозгами. И если мы берем вот такую модель, она очень простая, берем вот такую модель к принятию, то это дает нам возможность многие вещи понять и принять и осознать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова